До появления электричества людям приходилось освещать помещение при помощи огня. В светильник заливалось масло или жир, с помощью лучины зажигался фитиль. 40 античных экспонатов расставлены на витринах в хронологическом порядке. Большие и малые, открытые и закрытые, с рисунком и без. Особое место занимают светильники в виде очертаний зверей. Древние греки считали, что они отпугивают злых духов. Это светильники глиняные. Ручная работа, да. Или, может быть, на гончарном круге эти светильники делались, украшались по-разному. Здесь у нас есть и покрытый черным или красным лаком, лощения или какие-то налепы, рельефы. То есть светильники выглядят по-разному, но предназначены они все для одного освещать. Вот как небольшой отчет о своей деятельности проделанный сотрудник предъявляет нам, прежде всего, на наш суд и вам, на ваш, вот, свои достижения. В обработке фондовой коллекции, в обработке, в работе с темой своей научной. Ну и вот, как такая небольшая выставка, мы планируем и не одну. Каждый сотрудник покажет свое мастерство. А эти экземпляры располагаются в постоянной экспозиции музея на центральной витрине. Это светильник в виде африканской женщины. Корзина с фруктами служит в качестве резервуара для масла. Экспонат датируется II веком до нашей эры. Подобных ему единицы во всем мире. Есть и другие уникальные находки. Вот этот светильник на гофрированной ножке. Этот светильник – символ нашего города Горгипи. Потому что только такие светильники изготавливались здесь, на территории древнегреческого города Горгипи. Гофрированная ножка сама по себе очень красива. Вообще, иногда его делали ровненьким, но именно этот очень красив. И таким образом, потому что они не найдены больше нигде, поэтому символ нашего города. По словам сотрудников музея, на цельные экспозиции обращают внимание чаще, чем на отдельные экспонаты. Подобные выставки помогают расширить кругозор и подогреть интерес к истории. Эта выставка продлится три месяца. Следующая запланирована на май и будет посвящена рыбацким грузилам. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион.